Это Вести Кабардино-Балкария. Здравствуйте, в студии Тахир Дадуев. Соблюдать правила дорожного движения обязаны все без исключения. Такое заявление сделал министр внутренних дел по КБР Сергей Васильев на совещании по актуальным вопросам оперативно-служебной деятельности, сообщает пресс-служба МВД. Министр обратил внимание на проблему несоблюдения некоторыми сотрудниками правил дорожного движения и поставил перед кадровыми подразделениями задачу привлекать к строгой дисциплинарной ответственности сотрудников полиции, создающих аварийную ситуацию на дорогах. Граждане вправе спросить нас, почему вы требуете соблюдения правил, а сами их нарушаете, заметил Васильев. Искупить преступление трудом. Такой льготный режим для осужденных предлагает сенатор Константин Сурков. Накануне он внес в Госдуму соответствующий законопроект. Как сообщает российская газета, документ предусматривает уменьшение сроков наказания арестантам за хорошую работу. Согласно проекту, планируется ввести систему пересчета сроков осужденного по особой шкале. Два отработанных дня будут идти за три дня отсидки. При этом устанавливается минимальный срок, раньше которого человека не выпустят. Не менее шести или девяти месяцев заключения, в зависимости от строгости режима. Свою инициативу законодатели объясняют, помимо прочего, большой исковой задолженностью заключенных. Воплотить ущерб потерпевшим по решению суда сегодня обязаны почти 200 тысяч отбывающих наказания человек, напомнил автор законопроекта. Азы знаний по противопожарной безопасности в школы. В 13-й прогимназии города Майске огнеборцы обучали не только педагогов, но и школьников. Здесь им честники провели комплексные учебно-показательные занятия. Как правильно действовать в чрезвычайных ситуациях? Потушить огонь и пользоваться электроприборами, чтобы он не возник. Всему этому школьников обучали в непринужденной форме. Кроме викторины конкурсов была организована и выставка детских творческих работ. Необходимо, чтобы дети знали, как правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях, как правильно вести себя при пожаре. В принципе, в любой школе, куда ни зайти, детки знают, как позвонить в пожарную охрану, что нужно делать. По словам специалистов МЧС, два раза в год, весной и осенью, учащиеся и их учителя обязаны участвовать в таких учениях. Однако, обязывать никого не пришлось. Дети проявили неподдельный интерес к происходящему. А некоторым учения помогли определиться с выбором будущей профессии, пусть и не окончательным. Пожарным спасать людей, тушить огонь. Грамотные и выверенные действия – гарантия того, что в случае ЧАП будет минимум пострадавших, учат молодых ребят пожарные. Судя по энтузиазму, с которым агитбригада юных огнеборцев декламирует свой девиз, усилия не напрасны. Как дать вторую жизнь старым вещам? Этим вопросом задались студенты кафедры декоративно-прикладного искусства КБГУ. Одними рассуждениями не ограничились, принявшись сразу за дело, а то, что получилось, вынесли на суд зрителей. Работа накопилась на целую конкурсную выставку. Посетителям предложили варианты нетрадиционного применения традиционных вещей. На изготовление платья, например, понадобилось несколько лет. Все это время ушло на сбор необходимого количества главного материала – конфетных фантиков. Разноцветные лоскуты, чуточку фантазии и со стены на вас глядит таинственная незнакомка. Попробовать приложить свою фантазию, попробовать подумать, а что можно сделать из этой вещи, как ее можно по-другому увидеть, вот ее какую-то внутреннюю суть раскрыть. Понимаете, то есть чтобы увидеть вещь с другого взгляда, как взглядом творца, художника, как некий материал, с которым можно работать. Это очень интересно. Если попробовать заниматься этим семьей, то это очень хорошее творчество, которое может приучить маленьких детей бережнее относиться к вещам. Студенты колледжа дизайна, первыми предложившие идею выставки, надеются, она не только привлечет в себе внимание, но и найдет сторонников. Интерес к такому искусству уже проявили несколько факультетов КБГУ. Не уступают в креативе студентам и молодые дизайнеры из прохладного. Модная палитра. Конкурс с таким названием собрал более 20 коллекций от юных модельеров. Администрация города совместно с Единой Россией принимали заявки прохладницы в двух категориях. Школьники до 15 лет и студенты до 30. Этностиль, делюкс, перформанс, креатив, малахитовая шкатулка. Список номинаций обширный. Серьезный подход и в подборе манекенщиц для демонстрации изделий. Достойных пройти главное дефиле выбирали на предварительных репетициях и подиумных показах. Юрий конкурса под председателем организатора модной палитры Юлии Пархоменко предстояло оценить новизну идей, современность коллекций, мастерство и эстетический уровень исполнения. Отдельно оценивалось и смысловое построение показа, режиссура и музыкальное сопровождение. Мы хотим получить радость. Мы хотим посмотреть, как наши дети выросли. И вот то, что мы сейчас видим, это большая ступенька за ступенькой, которую выстраивалась. Организаторы отмечают, что популярность, которую показ обрел в прохладинских творческих кругах, стала неожиданностью для них самих. Модная палитра задумывалась как ежегодный отборочный тур республиканского конкурса молодых дизайнеров и проводится в рамках муниципальной целевой программы. Конкурсанты получили сертификаты участников, авторы коллекции и дипломы. Победители и призеров порадовали еще и денежными призами. А гран-при удостоился театр моды и дизайна антуража городского Дома культуры. Ход конем по-прежнему отличный способ в решении спора, кто же лучший. На этот раз отношения выясняли представители профсоюзных организаций. Шахматный турнир прошел в Нальчикском клубе «Ладья» в рамках традиционной спартакиады. Продлится она до осени и только баталиями за черно-белой доской не ограничится. Шахматы – это только один из этапов. Но, как выяснилось, мастеров любимой игры Остапа Бендера среди общественников немало. Здесь есть доктора наук, заслуженные работники физической культуры и спорта. В общем, лучшие люди, можно сказать, в спортивном мире Кабардино-Балкарии. Победителями турнира стали представители Рискома госучреждений. Второе место занял профсоюз работников образования и науки, а третье досталось строителям. Профсоюзным деятелям предстоит сразиться и в других видах спорта. Победителей в командном зачете объявят по итогам всех соревнований. И последнее. Этой ночью на земле произошла сильнейшая магнитная буря класса М6. Вспышка, сопровождаемая мощным выбросом солнечного вещества в космос, была зафиксирована астрономами накануне, практически в центре Солнца. Взрывных процессов такого класса в атмосфере нашего светила не наблюдалось с ноября прошлого года, отмечают ученые. Последствия вспышки вызвали магнитные бури, которые влияют на атмосферное давление, что, в свою очередь, неблагоприятно сказывается на здоровье человека. Медики советуют сегодня постараться избежать физических нагрузок, пить чай и принимать водные процедуры. Между тем, Солнце пока остается достаточно спокойным. Специалисты из НАСА прогнозируют сверхактивность звезды в конце 2013 года. Пока это все. Больше информации вы можете найти у нас на сайте вести.кбр.ру. Увидимся в 14.20. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!